Всем привет, друзья! Сегодня вместе с вами всего из одной картофелины мы приготовим сразу два очень сильных средства, которые помогут вам справиться не только с облысением и сильным выпадением волос, но и также избавить ваши волосы от посеченных кончиков, когда вот волосы очень пересушенные, сухие. И вот если вы расчесываетесь, видите, что обломочки, обломки волос вот так вот валяются в раковине, вот это средство очень хорошо укрепляет полностью как в корнях, так и по всей длине. Они преображают волосы, волосы по истечению курса применения этих двух средств преображаются на глазах, становятся шелковистые, крепкие и красивые. Итак, как я уже и говорила, из одной картофелины мы сейчас вместе с вами приготовим сразу два стильных средства. Первое будет эта маска, маска, которая очень хорошо укрепляет корни волос. И еще эта маска очень хорошо стимулирует рост новых волос в тех участках, где вы увидите, возможно, какие-то как залысинки, проплешины. Вот эта маска очень хорошо, она пробуждает волосяные луковицы и заставляет их заново расти. Что касается второго средства, то это спрей. Вот, этот спрей вы будете наносить уже не только на корни волос, а полностью опрыскивать им волосы по всей длине, начиная от корней и заканчивая кончиком. Итак, сначала мы берем нашу картофлину, и первым делом нам нужно будет ее просто почистить. Я уже закипятила чайник и заливаю так, чтобы они полностью покрывались кипятком. Закрываем крышкой и при комнатной температуре настаиваем сутки. Теперь приступаем к приготовлению маски. Для этого нам нужно будет слегка измельчить картофель. Я делаю это для того, чтобы мне было удобнее его потом натирать на терке, так как картошка у меня очень крупная. И вот такие вот кусочки уже гораздо удобнее натереть на мелкой терке. Натираем наш картофель. Натертый картофель перекладываем в ситочку. Также вы можете использовать марлю. Смотрите, то, что вам удобнее. И хорошо вот так придавливая пальцами, мне так просто гораздо удобнее это делать, потому что я могу прям очень хорошо надавить. Выдавливаем сок нашего картофеля. Я выдавила сок полностью со всего картофеля. Вот как видите, его получилось достаточно много. Даже, наверное, больше, чем нам нужно, потому что для приготовления маски нам где-то нужно будет 2 столовые ложки картофельного сока. К картофельному соку мы добавляем 1 чайную ложку меда. Хорошо его размешиваем. И также сюда мы добавляем 1 яичный желток. Без белка. Это очень важно. Только 1 желток. Хорошо все размешиваем. Наша маска готова. Я вам сейчас расскажу, как правильно ее наносить. Мы пока ее отставляем в сторону. И продолжаем готовить наш настой. После, по течению суток, да, как наша кожура от картошки настоялась, мы теперь должны это все процедить и оставить только сам настой. Вот так быстро и просто мы вместе с вами приготовили сразу 2 сильных средства по уходу за волосами. И если с маской, а тут маска уже у нас готова, я сейчас расскажу, как ее правильно наносить, что немаловажно. То по поводу вот этого настоя. Чтобы усилить его целебные свойства, вы можете добавить в него некоторые ингредиенты. Например, если волосы у вас сильно жирные, вы можете добавить на, ну вот такое вот количество, да, у меня получилось настое, где-то 2 чайные ложки лимонного сока. Он очень хорошо помогает бороться как с перхотью, так и вот излишней выработкой вот этого кожного сала. И если волосы у вас сухие, то вы можете добавить туда любое масло. Возможно, у вас есть специальное какое-то масло для волос. Либо вы можете добавить туда оливковое, льняное масло, если вы обладательница светлых волос. Льняное масло, вот если вы блондинка или светлого волоса, оно придает такой потрясающий просто блеск волоса. Или есть вот такой универсальный компонент, это сок алоэ вера. Он подходит как сухим, так и жирным волосам. Поэтому мы сейчас вот добавим сюда буквально 5 капелек сока алоэ вера. Все добавили, хорошо это все размешали. И затем, чтобы было удобнее, вы можете перелить его в любую пульверизатор, но им проще. Вы перелили пульверизатор, им хорошенечко проходите по волосам, полностью начиная от корней, заканчивая кончиками. Что касается маски, да, сейчас я расскажу, как ее правильно применять. Маску вы должны делать, если у вас сильное выпадение волос и какие-то сильные проблемы, не меньше 3 раз в неделю. Курс месяц. Как вы это все делаете? Вы берете, так как маска у нас получается жидковатая, ее невозможно просто положить как кашицу на корни волос. Вы берете ватный диск, макаете и хорошо вот такими вот массажными движениями, прям, ну не сильно прям давите, но такими массирующими движениями втираете в корни волос. Проходитесь полностью по всем корням. Затем обязательно укутываете голову в полиэтиленовую пленку, надеваете шапочку и оставляете на волосах, ну где-то приблизительно на полтора-два часа. После чего смываете уже своими любимыми уходовыми средствами. И вот тут-то вам затем пригодится вот этот вот спрейчик наш. Вы берете после того, как вы уже нанесли маску, смыли шампунем, прям можете стоя в душе, хорошенько берете, разделяете волосы вот так вот вот и проходитесь вот такими обрызгивающими движениями. Конечно, многие из вас могут задаться вопросом, почему именно картофель, что же в нем такого полезного. Но как оказалось, действительно картофель является очень хорошим средством домашней косметологии. Благодаря целебным свойствам этого овоща можно сохранить здоровье и красоту волос без долгостоящей профессиональной косметики. Картофельный сок питает сухие волосы, убирает излишнюю жирность, укрепляет корни, ускоряет рост, эффективно борется с такими явлениями, как секущиеся кончики. Картофель становится настоящим доктором в тех случаях, когда волосы по каким-то причинам оказались в плачевном состоянии. И за короткое время он вернет былую силу и свежесть. При правильном использовании картофельных масок результат становится заметным уже после первых процедур. Я убедилась в этом на собственном опыте. Итак, я рассказала вам уже про пользу картофеля. Что же касается сока алоэ вера, то он очень хорошо помогает вернуть вот эту вот эластичность волосикам. Он как бы укутывает такой пленочкой каждый волосок. И не дается им дальше продолжать текти, сломаться. То есть он прям так вот обволакивает каждый волосок. Вот за это я очень люблю сок алоэ вера. Причем сейчас вот лето, очень сильное воздействие ультрафиолетовых лучей. Волосы становятся еще в худшем состоянии. Поэтому вот сок алоэ вера очень хорошо помогает бороться с вот этими вот негативными внешними факторами. Что же касается желтка, то это источник витаминов красоты. Витамины А и Е, они очень хорошо напитывают наши волосы. И я считаю незаменимы просто в домашней косметологии. Так же самое и мед. Он является настоящим просто кладезем каких-то полезных макро-микроэлементов. Вот, ребят, обязательно попробуйте, если у вас есть какие-то проблемы с волосами. То есть волосы выпадают, и вы уже испробовали многие средства, и вам ничего не помогает. Попробуйте вот так легко и просто можно приготовить сразу два хороших средства. Я уверена, что по отзывам других людей вам это средство также поможет. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. И пишите, конечно же, в комментариях свои рецепты домашних уходовых средств. Увидимся в новых видео. Всем пока!